А в Москве прошла пресс-конференция, посвященная воссозданию храма Преображения Господня на Преображенской площади. Эта церковь, памятник истории культуры России 18-19 веков, была уничтожена в советское время. В ночь с 17 на 18 июля 1964 года Преображенская площадь Москвы содрогнулась от взрыва. Под предлогом строительства метрополитена был уничтожен храм Преображения Господня. В столице это был последний случай разрушения действующей православной святыни. Сейчас идет подготовительная работа по восстановлению церкви, история которой неразрывно связана с развитием российской государственности, могущества державы. Во-первых, этот храм имел огромное историческое значение не только для Москвы, но и для всей России. Мы знаем то, что с этого места можно отметить рождение лейтгвардии Преображенской полка. С этого места на реке Яузе строился флот, русский флот. На этом месте Петру Первому пришла мысль, идея построить новый град Петербург, Петербург. И все вот так вот переплетено со всеми глубокими историческими событиями, с одной стороны. С другой стороны, это напоминает о преобразовательной эпохе во многих областях нашей государственности. До наших дней дошли шесть чертежей храма, выполненных в 1884 году. Именно они легли в основу современного проекта воссоздания святыни – трехпрестольного храма с трапезной и колокольней. Мы нашли материалы сначала на картах, нашли случайно совершенно. В архиве Санкт-Петербурга были обнаружены чертежи в 1883-84 годах при реконструкции этого храма. Таким образом, мы просто обязаны были начать работу по восстановлению, по воссозданию этого храма. Строительство ведется под тщательным контролем Москомархитектуры и Департамента культурного наследия Москвы. В 2010 году производились археологические исследования фундамента, сохранившегося после взрыва. Но в ходе дальнейших работ строители обнаруживали новые артефакты, требующие изучения историками. Мы действительно совместно с Москархитектурой обнажали останки солдат, выносили их по особому чину, особым способом. И работы останавливались на какое-то время. Работала Москархитектура. Под руководством главного текущего археолога Москвы Андрашова Леонид Викторовича была каждая такая находка осмотрена, проведен свой протокол. И потом только начинался следующий этап, следующий шаг работы. На участке выполнены серьезные подготовительные работы. В частности, переложены многочисленные городские коммуникации. Проект курирует советник патриарха Московского и всеяруси Кирилла по вопросам строительства Владимир Иосифович Ресин. Полностью воссоздать храм планируется за три года при стабильном финансировании и с Божьей помощью.